В Самарской области проходит Всероссийская Добро-конференция 2023. Ее участниками стали лидеры волонтерских, благотворительных и государственных организаций университетов. Всего около 4,5 тысяч человек, в том числе 700 руководителей доброцентров из всех регионов страны. Идея их открытия в России была поддержана президентом Владимиром Путином. Я очень рад, что Самарская область в этом году принимает такое доброе событие. Добра конференция. И поверьте, для нас это и большая честь. И, конечно же, фиксации некоторых достижений наших добровольцев и волонтеров в первую очередь, которые здесь сегодня тоже в зале, которые сегодня задают динамику развития нашего региона. И я уверен, что так происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Я искренне благодарен добрым людям, волонтерам, которые готовы растопить лед недоверия и страха жаром своих сердец. Суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца. Предприниматель из Самарской области был задержан 5 июня по делу об отравлении контрафактным напитком мистер Сидр. В результате отравления в Ульяновской области пострадали более 50 человек, 20 из них умерли. Случаи отравления также зафиксированы в Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Тем временем более 37 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка, произведенного на территории Самарской области, изъяты специалистами территориальных органов Роспотребнадзора из оборота. По информации ведомства, наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране. Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции мистер Сидр в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Автоваз в связи с наращиванием объемов производства активно набирает персонал. Десятки вакансий, разные участки работы, заработная плата по ряду позиций более 60 тысяч рублей. Также напомним, что с 1 июля автозавод проведет индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Специальные предложения для учащихся колледжей, техникумов и вузов плюс 10 тысяч рублей ежемесячных зарплате, 30 тысяч рублей подъемные для работников Феррони и ряд других предложений. Лучшие в отрасли социальный пакет и гарантии. Звоните 64 64 64, отдел кадров Южное шоссе 36, кабинет 119. Мгновенно оценить обстановку, вызвать пожарных, применить спецсредства и организовать эвакуацию детей. МЧС Тольятти продолжает проверки детских лагерей в преддверии летнего сезона. В этот раз специалисты побывали в детском лагере ПЛЕС. Они оценили работу персонала и организовали тренировку по эвакуации людей и боевому развертыванию пожарной техники. Срабатывает пожарная сигнализация, звучит тревога, а это значит, что персонал и отдыхающие должны немедленно покинуть помещение и отойти на безопасное расстояние, дабы избежать травм и не мешать работе пожарно-спасательной службы. Это лишь часть большого сценария тренировки по эвакуации людей с боевым развертыванием пожарной техники. Подобные проверки и учения в преддверии летнего оздоровительного сезона МЧС Тольятти проводит не только в этом лагере. Перед началом детской оздоровительной кампании с сотрудниками отдела надзорной деятельности по городскому округу Тольятти проверено 69 пришкольных лагерей и 4 детских лагеря с круглосуточным пребыванием детей. Конкретно на этом объекте сегодня мы отрабатываем вопросы эвакуации при пожаре, при получении сигналов гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуации. В подробных тренировках важна в первую очередь организованная и слаженная работа персонала. Именно он должен контролировать весь процесс спасения до прибытия спецслужб. Ну и скорость прибытия пожарных расчетов также важна. В этот раз добровольная пожарная команда оказалась на месте через несколько минут. Пожарно-технические учения на полуострове Копылово в лагере отдыха Плёс в самом разгаре. Через 5 минут после того, как была объявлена тревога, появилась добровольная пожарная команда, которая дислоцируется здесь недалеко. Серьезные пожарные службы также не доставили себя долго ждать. Для пожарных важно знать и удостовериться в том, что сотрудники детских учреждений будут действовать правильно. И при угрозе возникновения пожара они смогут вызвать спецслужбы, применить первичные средства пожаротушения и организовать эвакуацию детей. В лагере Плёс персонал со своими задачами справился. Подобные профилактические мероприятия будут продолжены после массового заезда детей в летние лагеря. Инспекторы пожарного надзора будут проводить выездные обследования, а также инструктажи с педагогами и вожатами. Занятия и беседы с детьми о правилах пожарной безопасности также запланированы. Василий Логинов, Ярослав Яркаев. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»